Песня «Священная война» Дорогие друзья, уважаемый педагогический коллектив, администрация школы, гости, родители, сегодня мы проводим в нашей школе митинг-акцию «Бессмертный полк». Это патриотическое движение, целью которого является сохранение народной памяти об участниках Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, в 2012 году томские журналисты обратились с призывом к жителям России записать своих родственников-фронтовиков в ряды виртуального «Бессмертного полка». Дорогие друзья, и победный строй стали наши ветераны Великой Отечественной войны, те, которые не вернулись из боя на Красной площади 9 мая. Дорогие друзья, наши ученики вписали в «Бессмертный полк» более 200 ветеранах Великой Отечественной войны, которые защищали нашу Великую Родину. И эта работа у нас продолжается. Все ученики нашей школы, учителя, отдают дань «Бессмертному полку». Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого, я или Родина. Ой, зачем ты, солнце красное, Все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный Сыну не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, Прилечу орлице быструю. Отзовись, моя кровиночка, Маленький, единственный. Я предоставляю слово Директору школы Юренко Николаю Александровичу. Дорогие и уважаемые наши ветераны, дорогие дети, уважаемые педагоги, уважаемые жители Митина. Мы родились в самой лучшей стране мира. И народ этой страны за все время настолько прославил себя замечательными, знаменитыми событиями, подвигами, которые знает весь мир и точно должны знать мы. История нашей страны и народа настолько глубоко уходит в древность. Мы очень много можем о себе сказать и о своем народе. Но в канун 9 мая, в канун Великой Победы, я хотел бы всем, нам и прежде всего себе, у которого и дед, и отец воевали, в Великую Отечественную войну, напомнить, что все мы немножко живем взаймы. Потому что кто-то из наших предков, кто-то из ваших дедушек, обращаясь к нашим ученикам, прадедушек, бабушек и прабабушек, все-таки не смог дожить то время, которое надо было дожить, потому что надо было отдать свою жизнь. А кто-то время, часть жизни отдал для того, чтобы защитить нашу Родину. Она очень большая, очень могучая, очень интересная, поэтому ее надо все время защищать. И очень хорошо, что мы начинаем вспоминать, уважать, любить традиции нашей страны, нашего народа. Именно с даты 9 мая, это величайшее событие, пока никто за последние 100 лет, ни одна страна, ни один народ не может сказать, что сумели одержать главную победу, главную роль сыграли в победе Великой Отечественной войны. Да, за это заплатили жизнью. Я очень хотел бы, чтобы все мы в одном строю, бессмертного полка, прошли этим строем. И этот строй, это движение положило начало тому, что мы глубоко уважаем всех наших ветеранов, всех тех, кто создал вот ту жизнь, в которой мы живем, мирную жизнь. И мы в этом строю понимаем, что мы продолжение того движения, которое начали наши с вами родные и близкие. И это движение мы научились сохранять, понимая, что этим движением мы задаем правильное направление и тем, которые будут после нас. Поэтому глубокое уважение нашим ветеранам. Огромное спасибо тем, кто возродил это движение. И давайте наберемся силы, наберемся стойкости и к себе выработаем ответственность, чтобы те фотографии, которые вы держите, а особенно та память, которая в наших с вами пока маленьких головах сохранилась, о предыдущем поколении, всегда осталась с нами, потому что мы должны быть достойными, всегда продолжателями дел наших дедов, отцов, прадедов. Успехов всем нам в этом большом деле воспитания большой, огромной страны и великого российского народа. Спасибо. Дорогие и любимые наши дети, у нас в гостях офицер запаса, председатель Совета ветеранов третьего микрорайона Павлов Юрий Иванович. Вам слово. Дорогие дети. Время идет. Уже вот эту память вам передают внуки, учителя, которые являются внуками, участников Великой Отечественной войны. И будущее за вами. Вы подрастаете, будете занимать какие-то должности, где-то работать. И страна будет строиться вами дальше. И нам надо, и вам, помнить о том, что было. В Великую Отечественную войну погибло порядка, ну как в печати, публикуется где-то более 25 миллионов человек. Советских людей. Войну ввели тогда, ввел Советский Союз против гитлеровской Германии. Было 16 союзных республик. Все национальности этого Советского Союза огромного воевали на фронтах. Бессмертный полк. Здесь у вас люди, ваши предки, которые погибли, воевали на фронтах войны. Но в эти 25 тысяч входят и те, которые попали под бомбежки, которых фашисты расстреливали, сжигали в сараях, в концлагерях, которые гибли в блокадном Ленинграде, которые голодали по всей стране, потому что продовольствие в основном отправлялось на фронт для солдат, чтобы те могли, чтобы имели силу и могли воевать. Я родился до войны, но, как говорят, человек начинает помнить себя где-то с трех, с трех с половиной лет. Поэтому немножко захватил войну и после военные годы. И помню, много было случаев, когда у меня дома у мамы даже нечем было меня покормить. Был голод. Так вот, я хочу, чтобы вот эту память, которую вам передают уже внуки, ваших прадедов, чтобы она передавалась вами и дальше. Чтобы мы помнили, какую цену заплатила наша страна за победу, которую мы будем отмечать в 72-й год. Ребята, будьте патриотами своей страны, потому что сейчас история фальсифицируется. Я уже сказал, погибло наших людей порядка 25 миллионов. Вы не представляете, как это страшно, какая это огромная цифра. А сейчас пытаются переделать историю и внушить молодежи, что победу эту одержала коалиция американская и английская. В Америке погибло порядка всего лишь 500 тысяч человек где-то, считая и Берл Харабар. Поэтому всегда помните о нашей победе и оценивайте ту информацию, которая может уводить вас не в ту сторону. Будьте патриотами. Желаю вам хорошо учиться. Учите историю нашей страны. Здоровья вам. Успехов в учебе. Дорогие друзья, у нас на митинге присутствует Киселева Ольга Николаевна, руководитель семейного клуба «Лелека» и секретарь первичной организации «Единая Россия». Вам слово. Нет слов, чтобы выразить благодарность всем тем, ради которых мы здесь собрались и благодаря которым мы все здесь живем. И очень символично, что именно вы, наше подрастающее поколение, стоите сейчас с портретами тех людей, которые погибли, защищая нашу Родину. Так будьте достойны тех людей, портреты которых вы сегодня держите. Слава бессмертному полку! Вас приветствует действующий депутат районного муниципального собрания Анашкин Юрий Александрович. Здравствуйте, ребята! Я сейчас обращаюсь к вам. Как, наверное, обратились бы многие здесь присутствующие. Вы уже являетесь защитниками нашей Родины. Каждый, кто находится здесь сегодня, той причине или отсутствующей, является частицей, той земли, которую для нас сохранили наши потомки, прадеды, которые завивали нам свободу, отстояли честь и достоинство нашей Родины. Я благодарю вас, что вы помните и надеюсь на то, что в ваших сердцах в настоящее время, хоть и погода сейчас немножко такая прохладненькая, значит, бьется горячее сердце. С праздником, дорогие уважаемые учащиеся! Спасибо! Дорогие друзья, среди нас есть дети войны, ликвидаторы чернобыльской аварии. Мы их тоже благодарим за участие в нашей акции. Дорогие друзья, участники бессмертного полка должны идти с нами вместе с троем. В небо в память опавших улетают шары. Дорогие друзья, Субтитры создавал DimaTorzok